Среди первых от ковида привились главные государственные санитарные врачи Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиньян. Наблюдал за всем этим наш корреспондент Асхат Ниязов. Он с нами на связи. Асхат, прошло уже достаточно времени, как представители Минздрава, на твой взгляд, вернее, как перенесли представители Минздрава вакцину и что рассказали по этому поводу? Ну, отвечая на твой вопрос, что вице-министр, что главный санитарный врач, на наши вопросы, как вы себя чувствуете, это, конечно, был первый вопрос, который задали журналисты, оба ответили, что чувствуют себя хорошо и никаких отклонений в здоровье они не чувствуют. Все это происходило там, где я сейчас нахожусь, в 6-й городской поликлинике, в 109-м прививочном кабинете, который сейчас находится на кварцевании, сейчас в этом кабинете. И давайте сейчас мы покажем всей стране то, чего, наверное, от нас сейчас все ждут. Если есть возможность у режиссеров, покажем видео, как на примере главного санитарного врача получают прививку, то есть вакцину от COVID-19. Он сегодня одним из первых в Казахстане привился этой вакцины. Пока мы смотрим, как это происходило, давайте расскажу о самом механизме. До того, как получить прививку, пациент заходит в другой кабинет, консультируется с врачом, у него спрашивают про его состояние, про его здоровье, про хронические заболевания и подписывают одну бумагу. Как нам рассказал Киасов, это бумага о том, что пациент ознакомлен о возможных последствиях этой прививки и о том, что нужно через 21 день прийти опять, чтобы получить вторую дозу вакцины. Как заявлялось ранее, среди первых должны привиться в Казахстане те, кто подвержен риску, это врачи, сотрудники правоохранительных органов, военные. И почему же сегодня среди первых были чиновники? Этот вопрос тоже интересовал журналистов. И вот как на этот вопрос ответил главный санитарный врач. Давайте посмотрим, послушаем. Тем не менее, мы сегодня видим вас как чиновников первых вакцинах. Мы же тоже относимся к сфере здравоохранения, во-первых. Тем более, мы несем солидарную ответственность. Я возглавляю санэпидслужбу, которая также в первых рядах будет сейчас прививаться. Поэтому это моя инициатива для того, чтобы была... А вакцинант, что-то не настоящая вакцина, а о том, что это... Что вы на это скажете? Ну, вы сегодня, вы сегодня все видели, что при вас, при вас скрывались эти коробки, при вас скрывалось из морозильной камеры, вытаскивалось, при вас скрывался этот флакон. Все вы видели, все вы наблюдали, что здесь никаких манипуляций посторонних не проводилось. Все в рамках действующих инструкций. Следующий вопрос, который журналисты спросили у главного санитарного врача, что дальше? То есть, после первого и второго укола проходит период 21 день до того, как выработается иммунитет от COVID-19, ну, должен выработаться от вакцины. И нужно ли человеку в это время соблюдать карантин? То есть, получается, чисто логически, он же может заразиться коронавирусом до того, как выработается иммунитет, то есть, поставят вторую прививку. На что Киасов сказал, что нет, не требуется соблюдать карантин, но он бы посоветовал все равно соблюдать все меры предосторожности, то есть, хотя бы в общественных местах находиться в маске и постоянно дезинфицировать руки. Что касается остальных, ну, то есть, как и ранее было заявлено, с этого дня начинается вакцинация для медработников. И, кстати, вот в этом же кабинете, наверное, будет еще кабинет, выделенный в этой городской поликлинике, будут сегодня прививаться медработники. Я так понимаю, сначала медработники из самой этой поликлиники, и есть еще чиновники, которые тоже будут сегодня прививаться в Нур-Султане. Это уже в других больницах будет происходить. Также нам рассказали, что, то есть, тем, чем прививались сегодня чиновники, главный санитарный врач и вице-министр здравоохранения, это вакцина, которая прибыла из России, спутник ВИИ. Также всем известно, что в Караганде будет налажено производство этой вакцины. И вот по примерным срокам главный санитарный врач сказал, что где-то в середине февраля уже выйдет первая партия, которой могут уже прививаться также казахстанцы, та группа риска, о которой говорилось ранее. Вот много было вопросов по той бумажке, которую подписывать должны пациенты. И я, например, от себя лично спросил у главного санитарного врача, не означает ли это, что Минздрав снимает от себя какую-то ответственность за возможные последствия, что главный санитарный врач ответил, что никакой ответственности ни Минздрав, ни производители себя не снимают. И даже если будут какие-то случаи, то ответственность будут нести, еще раз повторюсь, как Министерство здравоохранения, так и производитель этой вакцины. Растан, есть у тебя еще какие-то вопросы? По-моему, я все рассказал, что есть. Ну что ж, будем надеяться, что тех, кого провакцинировали, и тех, кого еще будут вакцинировать, будут здоровы. Спасибо, Асхат Ниязов был с нами на связи.